Почетным гражданам Сарова не будут выплачивать единовременные ежегодные денежные вознаграждения. Это связано с ограничениями, которые были введены Министерством финансов еще в 2018 году. Нарушение соглашения приведет к потере городом дотаций. Этот вопрос вынесен на ближайшее заседание Думы с рекомендацией принять. Заслуженные ветераны Сарова и те, кого награждают почетной грамотой города, уже лишены денежных выплат. Поэтому сейчас в стадии проработки находится вариант все же поощрения заслуженных ветеранов и того, кто награждаем почетной грамотой. В мамках представительства расходов мы планируем, вручая знаки, грамоты и так далее, вручать памятные подарки. Изменения в существующее положение вносить не потребуется. Еще один вопрос касался проверки контрольно-счетной палаты и спортивной школы ИКАР. КСП нашел нарушение недостатков более чем на 1 миллион рублей. В том числе речь шла о здании Тира. Уже несколько лет оно находится в плачевном состоянии и его не используют. При этом содержание проводилось и расходы в размере 670 тысяч рублей являются неэффективными. В 2017 году была составлена проектно-сметная документация на ремонт Тира. Реконструкция запланирована на 2020 год. Вернулись народные избранники к обсуждению состояния озера Протяжное. В ноябре этот вопрос уже рассматривали в городской думе, а затем направили запрос в администрацию с целью выяснить, какие меры примут для того, чтобы очистить и восстановить водоем. Полученный ответ от Департамента городского хозяйства не устроил депутата Сергея Смирнова. К этому вопросу решено было вернуться на заседание профильного комитета и пригласить на него специалистов ДГХ. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.